Добрый день, уважаемые коллеги! В данной презентации я расскажу вам об организации скрининга рака молочной железы в Санкт-Петербурге, о достигнутых результатах и желаемых перспективах. С 2008 года наш диспансер реализует план мероприятий по оказанию профилактическому обследованию женского населения для раннего выявления рака молочной железы. В этом же году был получен патент для проведения молочного скрининга в Санкт-Петербурге, но, к сожалению, действие его заканчивается в апреле этого года. Основными целями организации молочного скрининга являются, как уже было сказано, снижение смертности от заболевания, обнаружение образования на ранних бессимптомных стадиях, снижение затрат на лечение от онкологического процесса и повышение продолжительности и качества жизни женщин. С целью снижения ложно-негативных заключений в Санкт-Петербурге выполняется двойное чтение маммограмм, и при выявлении патологии женщину незамедлительно приглашают на дообследование в наш диспансер, в онкологический, для более углубленного дообследования и лечения. Основными техническими задачами явилось объединение всех маммографов различных производителей в единое информационное поле. Также организация централизованного сбора и хранения медицинских данных, цифровых изображений и протоколов, а также обеспечение доступа к медицинским данным и возможности второго чтения маммограмм, выделенным сотрудникам нашего диспансера и экспертного центра. На данном слайде представлена нормативно-правовая база, на основании которой мы проводим профилактику и раннюю диагностику рака молочных желез, и основными документами, регламентирующими скрининг, являются 401 распоряжение Комитета по здравоохранению, об организации работы по скринингу рака молочной железы, распоряжение Комитета 67РП, план мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи пациенткам с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге на 2018-19 годы, и приказ Министерства здравоохранения 869Н по диспансеризации, в котором прописано, что первичная маммография показана женщине в возрасте с 39 лет. Итак, как же начинался скрининг в Санкт-Петербурге? В 2009 году на основании распоряжения Комитета по здравоохранению был создан пилотный проект с участием пяти поликлиник города и экспертного центра. На тот момент возрастная группа женщин, обследуемых, составляла 50-69 лет. За годы 2011 по 2014 в рамках целевых программ в городе были проведены защищенные каналы связи и МТС, построен центральный архив медицинских изображений, проведена модернизация некоторого оборудования в поликлиниках города и к центральному архиву было подключено 8 поликлиник города. С 2015 года было принято решение в рамках диспансеризации расширить возрастную группу женщин для диагностики молочных желез и возраст составил с 39 по 69 лет. Также с 2015 года и по настоящее время к центральному архиву подключено 43 маммографа нашего города и установлено единое программное обеспечение в семи медицинских организациях. С 2016 года была внедрена система оценки маммограмм по Байратс. На данном слайде представлена стандартизация экспертной оценки, на основании которой врачи направляют пациентов на углубленную диагностику в диспансер. Здесь схематично представлен сам процесс проведения обследования. Женщина в рамках диспансеризации проходит маммографическое обследование раз в два года в поликлинике. Далее врач-рентгенолог поликлиники делает свое заключение и протокол вместе со снимками сохраняется как в локальном паксе поликлиники, так и в центральном архиве медицинских изображений. На следующий день врачи-эксперты экспертного центра в городском диспансере делают выборку пациенток по возрасту 39-69 лет и просматривают данные маммограммы. В случае также пишется протокол с восстановкой Байрац, и все эти протоколы присоединяются к снимкам женщины и хранятся в центральном архиве. Для того, чтобы врач-рентгенолог мог увидеть заключение врача-эксперта, он пользуется либо единой программой, в которой мы работаем, вот 7 поликлиник, либо через веб-вьювер. В случае несовпадения заключений по маммограммам врачи-эксперты проводят консилиум либо по электронной почте, либо по телефону, конкретно обсуждая случаи. Как правило, мы это обсуждение проводим по электронной почте, и в случае расхождения наших заключений привлекается также третий эксперт. И дальше пациента через поликлинику приглашаем в городской диспансер для более углубленной диагностики в виде ультразвука либо функционных биопсий. Если же женщина имеет патологию, которая допустима дообследоваться на первом звене, она проходит это обследование в поликлинике, и в случае явных отклонений врач-рентгенолог, врач-терапевт поликлиники выдает направление уже в диспансер, либо женщина остается на следующий раунд в скрининге. Здесь представлены на данных диаграммах косвенные показатели выявляемости рака молочной железы в Санкт-Петербурге, и видно, что ежегодно выявление рака на ранних стадиях возрастает. А на прямых результатах показано, что за 2018 год экспертным центром было просмотрено порядка 40 600 исследований, и порядка 400 женщин приглашено на дообследование в наш диспансер. Но, к сожалению, доходят не все, но из тех, кто пришли, была аналитика по 2 годам, выявлено, что порядка 60% рака на ранних стадиях увеличивается из доказанных раков в нашем диспансере. В 2016-2017 годах в нашем городе проводился пилотный проект на применение финской программы «Мама-скрининга». В нем приняли участие две поликлиники города и наш диспансер. За срок порядка 8 месяцев было просмотрено 1570 исследований, из них 35 с подозрениями на рак были вызваны на дообследование в наш диспансер. Данная программа скрининга была очень удобна для пользования врачей, проста в использовании консилиума, была удобная форма отчетности по исследованиям, и из опыта финнов выявлено, что повышение выявляемости рака возросло на 15% при двойном чтении маммограмм. Итак, на сегодняшний день мы достигли следующих результатов, а именно увеличение выявляемости рака молочных желез на ранних стадиях за счет увеличения охвата населения для проведения скрининга в Санкт-Петербурге, сокращение времени для постановки диагноза. К центральному архиву подключено порядка 43 маммографов различных производителей, передача медицинских изображений осуществляется по защищенным каналам связи, в едином программном обеспечении работают 7 организаций, введена классификация описания маммограмм по Байратс, и на рабочих местах в экспертном центре периодически проводится обучение специалистов первичного звена. Но, к сожалению, остаются очень важные нерешенные вопросы, а именно отсутствие утвержденных регламентов на проведение скрининга, отсутствие финансирования данной программы, отсутствие тарифа на второе чтение маммограмм, недостаточное кадровое обеспечение как в первичном звене, так и в экспертном центре. Наш центр до сих пор не выделен в отдельное подразделение, а является отделением городского клинического диспансера. Также недостаточный уровень информированности женского населения о значимости прохождения маммограммы, в частности скрининга. И, конечно же, необходимо единое программное обеспечение, в котором бы работали все участники скрининга. И остаются по-прежнему в городе поликлиники, которые необходимо оснастить необходимым оборудованием и маммографами. И в заключении, для того, чтобы скрининг работал в полном объеме, хотелось бы все же утвердить приказами и регламентом проведения маммограмма скрининга в Санкт-Петербурге на уровне Комитета по здравоохранению, выделить, найти финансирование на реализацию данной программы, сформировать координирующий экспертный центр скрининга, расширить штат сотрудников как врачей, так и аналитиков и координирующих данный процесс, оснастить оставшиеся поликлиники необходимым оборудованием и поставить единое программное обеспечение для проведения скрининга. И также не нужно забывать, что необходимо привлекать средства массовой информации и медицинские организации для оповещения женского населения о значимости прохождения маммографии. Благодарю за внимание. Продолжение следует...